Бисмилляхи рахмани рахим. Это сунна пророка Мухаммада, который отчасти разъясняет сути аятов Священного Корана. Без знания истории самого посланника Аллаха не представляется возможным руководство сунны посланника Аллаха. Поэтому, что бы мы ни говорили, как бы ни говорили, человек без повода не может жить. Без повода мы не могли бы сегодня говорить на эту тему. Без повода мы не приходим куда-либо. Если брать первый источник Корана, ахамдуллах, есть действительно хороший повод. Это священный месяц Рамадан вместе с посланием аятов Корана. И мы больше, чем в какое-либо время уделяем внимание и чтению Корана, и популяризации Корана. И месяц Рабиул Ауал – это месяц, в котором родился последний, посредник, посланник, пророк Всевышнего Аллаха Суханаху ва Тааля, Мухаммад, алейхи салату ва салям. В одном из своих известных базовых извлечений он сказал, что не уверует ни один из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем кого-либо, больше, чем своих родителей, детей своих и всех людей вместе взятых. У арабов есть хорошая пословица, поговорка, где говорится о том, что подчиняется тому, кого любит. И вот искренняя истинная любовь пророка Всевышнего Аллаха Суханаху, конечно, она не может само по себе возникнуть. Для этого нужна и духовная подпитка, для этого нужно познание, для этого нужно знать историю, для этого нужно знать его биографию и так далее. И поэтому месяц Раби Ауал традиционно у мусульман, если раньше больше уделялось, конечно, духовной стороне, духовной стороне этого месяца, люди собирались, люди рассказывали историю пророка Всевышнего Аллаха Суханаху, Необходимо проводить круглые столы, викторины, конференции, духовные мероприятия, связанные с пророком Аллаха Суханаху, Потому что на самом деле, на самом деле, к сожалению, очень много говорится о нем, но очень мало знают, в том числе и среди последователей пророка Александра Всевышнего Аллаха Суханаху, его историю, его биографию. Вот в этом, на мой взгляд, важно использовать этот месяц для популяризации, для просветительства и не только мусульман. В каком году родился, где родился, основные веки его, да, год рождения, ну, 570-й берем за основу, да, что он остался сиротой, что примерно, когда ему было 40 лет, ему пришло пророчество, да, вот, из основных век. Это 620-й год, это год трагедии, год печали, когда в один год умерли самые близкие, поддерживающие его люди, да, это его супруга Хадиджа и его дядя, глава рода Абутали. Это, наверное, из основных веков, 624-й год, битва при Бадре и, конечно же, 622-й год, это хиджера. Это не просто переселение. У нас многие хиджеру воспринимают просто как техническое переселение. На самом деле, техническая сторона занимает, ну, может быть, одну десятую, не больше. Переселение — это уход в иное место для сохранения своей, в данном случае, религиозной мусульманской идентичности. Из-за угроз пророк, алейсаляту вассалям, был вынужден переселиться из родного города Мекки в 622 году в город Яслиб, который мы сегодня знаем как город Медину. Конечно же, салават мы говорим всегда. Когда упоминаем его имя ли, то его титул ли, мы говорим саллиллаху алейхи вассалям, или алейхи саляту вассалям, благословение Аллаха Субханагу ва Тааля пророка Мухаммада алейхи саляту вассалям. Это, конечно, важно, потому что это один из элементов, в том числе, по-моему, духовных, поддержания, укрепления связи с посланником Аллаха саляту вассалям и с его наследием. Наследие пророка, алейхи саляту вассалям, наверное, нами, ну, не то, что не до конца, ну, практически очень мало изучен. Вот сегодня очень много вопросов, очень много вызовов перед нами, да, во всех практически сверх вопросах образования, вопросах воспитания, вопросах управления. Если вопросах воспитания и вопросах образования мы что-то можем говорить и вопросах воспитания еще и предложить, то вопросах управления это тема, которая вообще не открыта. А ведь много тем, много тем из жизни пророка Аллаха саляту вассалям, как и каким образом он решал и разрешал те проблемные вопросы, которые, естественно, возникали и в то время в мекканском обществе, и они сегодня также идентичны. Поэтому пусть Аллах дает нам понимание, пусть Аллах укрепит нашу любовь, посланнику Аллаха саляту вассалям, и с этой любовью мы всегда сталкиваемся. Да, на словах все мусульмане его любят, но как только, как только нас касается вопрос того, что нужно делать то, что нам не нравится, вот здесь как раз возникает главная проблема. Чтобы Аллах дал нам любовь, чтобы мы могли пересилить свое эго, свое я, свое сознание для того, чтобы именно идти и делать то, что нам завещал посланник Аллаха саляту вассалям, потому что в этом кроется именно правильный ход и в этом кроется истина.